Друзья, всем привет! Добрый день или вечер у кого как. Сегодня я расскажу вам о французском короле Роберте II Благочестивом. Но перед этим обязательно посмотрите фильм предыдущий про его отца Гуго Капета. И не забывайте, что все, что происходит сейчас в мире и с вами, и с другими людьми. Когда-то уже было. Поэтому изучать историю, это фактически понимать происходящее. Пренебрегать историей не следует. А история средневековой Франции, история ее королей, как нельзя лучше подходит для осмысления происходящего. Потому что там было все. Итак, король Роберт II Благочестивый. Роберт стал королем в 996 году, после смерти своего отца Гуго Капета. стал именно фактически. Потому что номинально отец короновал его еще в 987 году. То есть за 9 лет до этого. Он это сделал, чтобы заранее узаконить права сына на престол. К 996 году новому королю было уже 24 года. То есть он был рождением 972 года. Не ребенок, а вполне уже взрослый мужчина. Особенно для того времени. Гуго Капет очень внимательно подошел к подготовке своего единственного сына к трону. И Роберт получил весьма неплохое образование. Для тех времен особенно. Достаточно сказать, что его преподавателем был некий Герберт Рильякский, известный интеллектуал и философ того времени. Который впоследствии стал даже римским папой, Сильвестром II. В первую очередь Роберт II известен своими очень непростыми отношениями с женами. И не менее сложными с сыновьями. Все происходившее с ним поистине достойно целого романа. Там присутствовала и драма, и мелодрама, козни, интриги, война. Все что угодно. Первой женой Роберта в 988 году стала Сусанна Итальянская. Женщина была старше своего мужа почти на 20 лет. Ему 16, ей 35. Достаточно сказать, что первый раз она вышла замуж еще до рождения своего теперешнего мужа. Сразу возникает закономерный вопрос. Зачем это все? Любовь? Нет. Они даже толком не виделись до свадьбы. Просто отец, король, женил своего сына из-за преданного, которое Сусанна должна была принести французской короне. Вместе с женой Роберт получал земли Монтрей и Понтьео. В общем, этот брак, что неудивительно, оказался очень неудачным. Уже через год с супруги почти перестали общаться, а после смерти отца Роберт и вообще сразу развелся, отправив свою бывшую уже жену назад домой. В те времена, ну и впоследствии, брачными делами королей занимался лично римским папа. И причина, по которой он одобрил этот развод, хотя церковь это очень сильно не поощряет, была вполне весома. Сусанне было уже за сорок. Детей у них не было, а королю нужен был наследник. В общем, не успела Сусанна уехать, как Роберт сразу женился второй раз. На этот раз на женщине, которую он действительно любил и которая любила его. Кстати, она тоже была старше супруга, ну, теперь уже на восемь лет. Но на этот раз это вроде бы им не мешало. Ее звали Берта Бургундская. Она была дочерью короля Бургундии Конрада Первого Тихого. И до этого уже была замужем за графом Эдом Первым де Блуа. И родила ему шесть детей. Роберт увидел ее первый раз в 992 году. Сразу влюбился, но они оба были в то время связаны супружескими узами. В 995 году Эд Первый умер, и Берта стала вдовой. На следующий год умер Гуго Капет. Роберт стал королем, развелся и женился на своей любимой. Теперь он король, ему можно очень многое. Итак, Роберт снова женат. Любовь есть, взаимность есть, счастье есть. И все бы хорошо. Но, мало того, что Берта приходилась ему троюродной сестрой, так еще и Роберт был крестным отцом одного из ее сыновей. Со стороны церкви это уже был явный перебор. И Папа Григорий Пятый попросил Роберта развестись. Вот так просто. Тот отказался. И тогда Папа объявил их союз недействительным. Больше того, он отлучил короля, который отказался выполнять его предписания, от церкви. Кстати, по иронии судьбы, Роберт впоследствии получит или даже заслужит прозвище благочестивый. Итак, король отлучен от церкви, но продолжает ходить спокойно на богослужения, живет со своей родственницей, теперь уже во грехе, и плевать хотел на все, что исходило от Папы Римского. И только когда Берта родила ему в 1001 году мертвого сына, король воспринял это как знамение и одумался. Папа Сильвестр Второй, уже к этому времени сменивший Григория Пятого, аннулировал этот брак. Так, церковь простила Роберта, и вскоре он женился в третий раз. Ему было уже 30 лет, а наследника по-прежнему не было. Новой женой Роберта в 1003 году стала Констанция Арышская, дочь графа Гильома I Прованского. Ей было 17 лет, и в плане детей у них все пошло удачно. В конечном итоге их было аж семеро. Но, опять но. Несмотря на такое милое имя, его обладательница мало ему соответствовала. Она оказалась злой, властолюбивой и жесткой женщиной, в то время как Роберт был все же скорее добр, щедр, набожен. В общем, характерами они друг к другу не подходили абсолютно. Дальше события развивались вообще интересно. Констанция исправно рожала детей, но из-за ее ужасного характера Роберт вновь стал посещать свою Берту. Дело дошло даже до того, что король вновь захотел развестись. И даже поехал в Рим к новому папе, теперь уже Сергию IV, но получил отказ. Кстати, папы менялись очень часто, потому что папами избирались люди весьма пожилые. И зачастую 2, 3, 5, 7 лет это уже было много даже. Старенький папа умирал, на его место приходил такой же пожилой человек. Итак, Роберт получил отказ. Второй раз отказаться от жены, мотивируя это только тем, что любит другую, свою троюродную сестру, это вообще было неслыханно уже. Так что неудивительно, что он вернулся из Рима ни с чем. В 1007 году, после нескольких дочерей, Констанция наконец рожает сына, Гуго Магнуса. На радостях Роберт пытается улучшить с ней отношения, но и с Бертой он не расстается. И так до 10010 года, пока Берта не умерла. Между тем, Констанция теперь исправно рожает королю сыновей. В 1009 году родился Генрих, в 1011 – Роберт, в 1013 – Эд. К моменту рождения последнего отношения между супругами не то чтобы наладились, но скорее они как-то уже привыкли к друг другу ни любви, ни ненависти. Однако, когда сыновья повзрослели, раздоры вспыхнули вновь. В 1017 году, когда этого сделал его отец Гуго Капет, Роберт II заранее короновал своего старшего сына, Гугом Магнуса, сделав своим номинальным соправителем. Капетинги еще не настолько утвердились на троне, чтобы можно было быть однозначно уверенными в завтрашнем дне, и поэтому эта мера вовсе не была излишней. Теперь, в случае смерти отца, Гуго Магнус автоматически становился новым королем, без согласия уже теперь всех французских герцогов и графов. К 1025 году Гуго было уже 18 лет, и он вдруг, резко повзрослев, начал требовать для себя больших полномочий. Словом, начал чувствовать себя тоже королем. Это не понравилось как и Роберту, так и Констанции, которая начала обвинять своего сына в заговоре. Вполне вероятно, что что-то такое действительно было, потому что после выяснения отношений с матерью, Гуго даже уехал из столицы и начал объезжать знатных баронов. Возможно, он даже готовил настоящий бунт. Но 17 сентября 1025 года погиб вследствие несчастного случая. Падение с лошади. Любимчиком матери был один из младших сыновей Роберт. И теперь, когда место второго номинального короля освободилось, она желала, чтобы королем стал он, а не второй сын Генрих. Впрочем, продавить короля ей не удалось, и в 1027 году Генрих был коронован своим отцом в Реймсе. Но на этом Констанция не успокоилась, интриги продолжились, и в 1030 году бунт против Роберта подняли сразу оба сына, Генрих и Роберт. Они даже захватили несколько замков, но потом, как-то одумавшись, помирились с отцом. Что касается управления страной, то здесь у Роберта не было ни особых побед, ни особых поражений. Его главными союзниками были герцог Нормандии Ричард II Добрый и герцог Аквитании Гильон V. Пожалуй, главным завоеванием Роберта было присоединение герцогства Бургундия вследствие войны за наследство, которое длилось аж 12 лет. Герцогом Бургундии был дядя Роберта, Эд Генрих, который умер, не оставив прямого наследника. Новым герцогом стал сын его второй жены Отто Гильон. Но Роберт II тоже предъявил свои права и в конце концов победил. Причем огромную роль в этом сыграл герцог Нормандии Ричард II, который помогал королю войсками. С помощью интриг и дипломатии Роберт также хотел заполучить лотерингию и шампань. Губа не дура. Но это ему уже не удалось. Причем по воле судьбы главным его соперником тут был граф Эд II Блуаски, который был никем иным, как сыном той самой Берты, второй жены короля от ее первого брака. В целом король франков еще не имел настоящей власти нигде, кроме как в своих личных землях. То есть это Иль-де-Франц с Парижем и земли вокруг Орлеана. Многие вассалы были значительно богаче и намного сильнее своего короля, особенно Нормандия. И хотя они признавали его верховенство, но запросто могли игнорировать его указы, когда они были им невыгодны. На голове многих из них также была корона. Пусть она была и чуть-чуть поменьше, чем у короля, но все равно корона. Воевать по-настоящему Роберт не любил. Он созывал несколько всеобщих ассамблей, где представители сословий договаривались о правилах войны, чтобы междоусобицы не затрагивали духовенство, трудовых людей, крестьянство. Это помогло сократить как время междоусобных выяснений отношений, так и резко снизить количество их жертв. Король очень много молился, жертвовал церкви, беднякам. Роберт II был королем 35 лет. Умер он в середине 1031 года в городе Милен в возрасте 59 лет. В Милене была самая крупная королевская резиденция в то время. Погребен в усыпальнице Сен-Дени вместе с нелюбимой Констанцией Арльской, которая присоединилась к нему всего через год. Новым королем стал его сын, второй сын, Генрих, Генрих I. Но это уже другая история. Спасибо за просмотр. Обязательно посмотрите видео про отца Роберта Гугу Капета. Еще раз повторю, это интересно и познавательно. И вообще, перед тем, как будут выходить фильмы про следующих королей, смотрите предыдущие. Ссылочки будут. Все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк. Ну или не ставьте. Удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok